Далее о новостях, которые сегодня обсуждают в интернете, расскажет моя коллега Надежда Ведерникова. Надя, тебе слово. Добрый вечер. Россиян возмутили пенсии депутатов Госдумы. В социальных сетях оживленно обсуждают данные, опубликованные на сайте Нижней Палаты Парламента. В отчете указано, что депутаты, проработавшие не менее пяти лет, получают пенсию в размере 46 тысяч рублей, а те, кто больше 10 лет – 63 тысячи. Также сообщается, что зарплата парламентария официально составляет порядка 400 тысяч рублей. В заключении отмечается, что высокие зарплаты депутатов, цитата, «обусловлены природой их деятельности». По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, размер пенсионных выплат народным избранникам был рассекречен, чтобы предотвратить спекуляции на данную тему на различных информационных ресурсах. В Омске наградили кота, который стал работником месяца на почте России. Торжественная церемония состоялась в рамках празднования Дня Российской Почты. Кота по кличке Рыжий в числе других награжденных пригласили на сцену и подарили большой пакет жирных сливок. Как рассказали сотрудники почтового отделения, животное к ним пришло несколько недель назад. Постепенно кот занял постоянное место у стойки для газет. В итоге руководство решило устроить Рыжего на работу и выдать ему специальную форму. Сейчас, как отмечают в Омском филиале Почты России, кот работает в отделе продаж, поднимая настроение клиентов. Причем с его появлением увеличились доходы и показатели отделения. И, наконец, пользователи интернета умилили романтичные пингвины. Видео, снятое в Южной Африке, собрало в сети уже более трех миллионов просмотров. На кадрах парочка птиц гуляет по пляжу и соприкасается крыльями, словно держится за руки. В комментариях многие не без зависти отмечают, что личная жизнь пингвинов складывается куда лучше, чем их собственная. У меня на этом все. До встречи.